В республике готовятся к крещению, причем не только православные, но и атеисты. Купание в проруби приобретает все большую и большую популярность. В прошлом году в Чебоксарах к Иорданам пришли более 8 тысяч человек. В этом году оборудовали купели пропускной способностью 40 тысяч. Марже, такие как врач и ренематолог Алексей Борисов, купаются каждый день или раз в неделю. Для них вполне достаточно одной проруби. Прокрещенская ночь особая, приобщиться к таинству хотят многие. И в прошлые годы бывали случаи, когда под православными буквально проваливался лед. Чтобы такого не повторилось, место купания обустраивают продуманное тщательно, с соблюдением всех мер безопасности. Во-первых, в прорубях обязательно устанавливают деревянные купели. Купель сама ограничена со всех четырех сторон и имеет цельное дно. Ширина ее, как бы она прямоугольной формы, где-то 3 метра на 3 метра. Глубина не более полутора метров, чтобы, ну даже если будут молодые люди, дети, там принимать купания, чтобы никто не ушел под лед. Во-вторых, чтобы не было очереди и давки, купели имеют два спуска. С одной стороны окунаются, с другой вылезают и бегут греться. К прорубям проложены деревянные подмостки, чтобы люди не скользили и не морозили пятки. Хотя большинство купальщиков все-таки запасаются сланцами. Вдоль берега устанавливают кабинки для переодевания. Разумеется, будут дежурить врачи и сотрудники правоохранительных органов. Последние помогут обеспечить безопасное поведение на льду. Всего в Чувашии планируется устроить более 40 купелей. Кроме того, наверняка окунаться будут и в необорудованных местах. Спасатели настоятельно рекомендуют перед погружением трезво оценить свои возможности и соблюдать правила безопасности. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.